К нашему эфиру уже присоединяется Жан Белинюк, народный депутат Украины. Жан, мы вас приветствуем. Приветствую, здравствуйте. Жан, ну, прежде хотелось бы услышать ваше мнение и вашу оценку этой ситуации о допуске российских и белорусских спортсменов на Азиаду. Как вы считаете, насколько это было ожидаемо или, наоборот, шокирующее, вот конкретно для вас? Ну, честно говоря, я не ожидал подобного подхода. Вот, эту новость я увидел впервые сегодня. То, что ему сказать, тенденция, она не очень хорошая для нас. И я думаю, что, ну, в любом случае, наверное, как-то реагировать. Вообще, как я уже неоднократно заявлял о том, что, то есть, заявление с заявлениями, но в первую очередь это кропотливая работа непосредственно в полях, то есть, то бишь, в Международном Олимпийском комитете со всеми делегатами, те, которые принимают участие в голосованиях за, ну, точнее, будут принимать участие в голосованиях за допуск российских спортсменов на международные соревнования. То есть, так сказать, продлевать, либо не продлевать рекомендацию об отстранении, которая была, по сути, проголосована практически год назад, 28 февраля, сразу после полномасштабного вторжения россиян в нашу страну. Соответственно, я так понимаю, что тенденция выглядит таким образом, что представители Международного Олимпийского комитета, они не собираются эти рекомендации продлевать. То есть, для нас это не очень хорошо, естественно, и нужно на это реагировать. У нас еще есть минимум месяц для того, чтобы побороться. У нас сейчас, по сути, вся полнота власти сконцентрирована в одних руках. Вы читали заявления министра спорта и головы национального Олимпийского комитета. Кроме того, у нас еще есть влиятельный представитель Международного Олимпийского комитета, который входит в... Ну, раньше входил члены ИСПО, но сейчас просто, насколько я понимаю, член Международного Олимпийского комитета Сергей Назарович Губко. Хотелось бы узнать его точку зрения, какая работа там проводилась, по поводу того, чтобы все-таки склонить на нашу сторону занятия проукраинской позиции всех субъектов, которые будут принимать данное решение. Потому что, по сути, с 24 числа прошлого года ситуация в нашей стране абсолютно никаким образом не изменилась. Россия не так убивали наших людей, так и продолжают это делать. Еще в более ограниченных формах, терроризируя журнанское население авиаударами. Поэтому причин для того, чтобы возвращать российских спортсменов в международный спорт, я лично не вижу абсолютно никаким. А как вы считаете, на самом ли деле это может быть действительно таким сигналом и серьезным шагом к тому, чтобы российских и белорусских спортсменов допустили к Олимпиаде 2024 года? На самом ли деле такое может произойти? Абсолютно. То есть тенденция, она очевидна. Я думаю, что тут все будет запрещаться в первую очередь от того, какая у кого будет позиция международного альпийского комитета. Год назад она была четкая. Они рекомендовали отстранить представителей России и Белоруссии от международного спорта. К чему прислушались большинство, подавляющее большинство всех международных федераций. Соответственно, мы практически нигде их не видели на протяжении целого года. Сейчас ситуация, если она изменится, то это будет веская причина пересмотреть всем международным спортивным федерациям свою политику в отношении к допуску, либо недопуску российских спортсменов на международные соревнования. Я думаю, что учитывая лобби и позиции россиян в различных международных федерациях, я уверен, что львиная доля из них, они все-таки будут допускать представителей этих стран для участия в своих соревнованиях. Соответственно, они будут иметь возможность перенять участие в отборочном этапе запоевав лицензии на участие в Ольпийских Кирове в Париже. То есть я в этом вижу никаких для них проблем. Зрителям, да, Жан, вы не просто народный депутат Украины, вы стали известны не только, кстати, Украине, но и всему миру, как борец греко-римского стиля. Вы чемпион Олимпиады, вы призер серебряный, если мне не изменяет память, также Олимпийских игр. Скажем так, вы знаете, как происходит вот этот процесс и получение лицензии на участие в Олимпиаде, и непосредственно само противостояние уже на Олимпиадах в любом году, и как вообще сама атмосфера происходит. По вашему мнению, вот как, давайте, и представителя украинской власти, законного, в отличие от представителей Госдумы Российской Федерации, и спортсмена, можно ли говорить бывшего, не знаю, бывают ли бывшие спортсмены. По вашему мнению, почему все-таки важно отстранять представителей как Российской Федерации, так и Беларуси от участия, а не то, что в Олимпиаде. Это, мне кажется, вообще тема пока должна быть закрыта как такова, несмотря на желание мэра Парижа Анн Идальга в участии российских спортсменов. Я надеюсь, такого не будет. В той же азиатских играх почему важно не допускать все-таки такое продвижение государства-террориста и государства, которое предоставляет свою территорию для атак по Украине? Ну, потому что это ложится в канву непосредственно санкционной политики в отношении этих государств, которые, вот если брать ту же Российскую Федерацию, которая использует спорт как инструмент пропаганды, позитирует себя как самыми сильными, самыми быстрыми, самыми техничными спортсменами и выстраивала определенную пропагандистскую историю на этом. И непосредственно привлекая ко всей этой пропаганде этих же спортсменов, которые постоянно окружают Путина на различных мероприятиях, в том числе, вот я помню, очень хорошо запомнилась День России, который праздновался, если я не ошибаюсь, где-то летом, вот. И вокруг Путина на Лужниках стояли спортсмены-олимпийцы с олимпийскими медалями и под его там какие-то лозунги о том, что Россия великая, что они все правильно делают, они спендировали «Ура, президент, мы вас поддерживаем» и все остальное. То есть, как бы, это пропагандистская история, и она абсолютно вкладывается в конву того, что у нас есть экономические санкции по отношению к этому государству террористу. И я вообще не понимаю, каким образом, как бы, другие спортсмены, я не говорю даже про спортсмены украинцев, которые знакомые, друзья погибли в этой войне, которая была раздана Российской Федерацией, как другие спортсмены могут вообще выходить, становиться на один пьедестал с представителями государства террориста, которые, замечу, не одного раза, я не видел ни одного примера, когда офицкие спортсмены публично заявляли о том, что они не поддерживают эту войну. То есть это, по сути, главный ответ на вопрос о том, о их отношении к этой войне. На одно дело, что сейчас тот же Международный Олимпийский институт не говорит о том, что, мол, нужно допускать тех, кто не поддерживает. Это все формальности, которые будут, я даже приблизительно знаю, каким образом сделаны, дадут листочек, придерживайтесь ли вы, или уважаете принципы, которые произведены в Олимпийской Харте, и все скажут, конечно же, придерживаемся, и все. Это будет формальность, которая позволит им выступать на Олимпийских хитрах. На самом деле, их отношение к войне они уже продемонстрировали своим молчанием и своей поддержкой действий высшего причинского руководства их страны. Соответственно, и когда их главный олимпиист, президент Олимпийского комитета России говорит о том, что он гордится представителями российского спорта, которые присоединились к специально-военной операции, о чем мы можем говорить в таком случае? Мы понимаем, что политическое руководство полностью использует... Уточнение буквально. Кстати, об этой бумаге, бумажкой правильно, наверное, называть, которую сейчас сказали, что должны подписывать российские спортсмены. Томас Бах об этом говорил, глава Международного олимпийского комитета, он предлагал. Это, кстати, подверглось критике не только в Украине, в странах Запада, но и в самой Российской Федерации, что самое интересное. Но есть позиция МОК Международного олимпийского комитета буквально вот 26 января. То есть сегодня был проведен там комитет определенный, собирались. И говорили о позиции представителей Международного олимпийского комитета, о поддержке Украины, о недопуске российских спортсменов и белорусских в том числе. И очень важный пункт, как мне кажется, при обсуждении вот такого вопроса, как строгие условия участия российских и белорусских спортсменов, это участие под нейтральным флагом, под олимпийским флагом. Напомню нашим зрителям, что российская команда, она участвовала в Олимпиаде под таким скромным названием, как Российский олимпийский комитет. РОК. Как на английском, так и на русском языке, в принципе, одинаково говорится. И вот в МОК, в Международном олимпийском комитете, видят именно вот такой выход, что вот это окей. Если мы будем давать возможность выступать под нейтральным флагом представителям российского спортсмена, скажем так, тогда это, в принципе, вопрос будет закрыт. Тогда это возможно. Это окей. Вы, как спортсмен с опытом, опять-таки, можете объяснить и нашим зрителям, которые среди них есть, и граждане Европейского Союза, жители ЕС, почему это не окей? Почему Томас Бах и его коллеги, ну, скажем так, неправы? Неправы, потому что, по сути, это ничего не меняет. Это все, понятное дело, идентифицируют этих спортсменов как представителей России. Да, они играют гимн, но, тем не менее, по приезду в Россию они их чествуют на самом высоком уровне, пиарятся Путин, стоя возле этих спортсменов, там ударяем какие-то машины и все остальное. И, как бы, пропаганда потом преподносит это так, что, мол, весь мир против нас, нам не дают, чтобы изглечал наш гимн, поднимался флаг Российской Федерации. Но, тем не менее, все мы знаем, вот наши спортсмены, вот количество медалей, вот медальный зачет. Все понимают, в коем-нибудь место на этой альпиаде ванили. Соответственно, то есть, оно ни на что не влияет. Это было после допинговых скандалов 2014 года. То есть, в 2016 году представители легкой атлетики, они были представлены под нейтральным флагом. Потом вот в Токио уже вся команда была. Россия, она, Российская Федерация, она не стыдится ничего. Ни допинга, ни подкуп посудей. Для них это инструмент для собственной пропаганды, для внутреннего потребителя, который будет сидеть вечером возле телевизора, смотреть какие-то новости и им скажут, что их нация, их страна самая передовая в самом мире. На самом деле, это советский подход к спорту. То есть, ничего с тех времен у них не поменялось. Соответственно, а спортсмены, которые у нас, допустим, вот есть, я принадлежу, что я представитель греко-римского стиля, у нас есть вопиющий случай, когда одноклассный олимпийский чемпион Роман Власов на своих соцсетях демонстрировал поддержку публичную в первые дни полномасштабной войны о том, что вот он поддерживал действия президента, «Мы идем вас спасать, потерпите, Россия вам поможет». При этом, когда бомбили Киев, бомбили Мариуполь и остальные города нашей страны. Соответственно, как после этого нашим спортсменам вообще принимать участие в соревнованиях, где будет представлен тот же Роман Власов? А он как флагман борцовской команды, я думаю, что все сделают усилия для того, чтобы принять участие в своей третьей олимпиаде. Соответственно, вот здесь такая история, когда, с одной стороны, люди, которые публично высказывают поддержку своему правительству, а с другой стороны, которые люди, спортсмены, которые потеряли своих близких, знакомых, родных, потеряли спортивную инфраструктуру, где они тренировались, потеряли возможность в нормальных условиях тренироваться и выезжать за границу, и чувствовать себя в безопасности, и все, что совместит нормальной подготовке нормального спортсмена. И вот они должны тренироваться, точнее, тренироваться, соревноваться, как ничего не бывало в соревнованиях вместе. Это неправильно. Жан, Украина продолжает свое сопротивление на поле боя. Естественно, продолжается информационное сопротивление, потому что мы знаем о пропаганде Российской Федерации, о целой машине пропагандики ее называют. И получается вот такая ситуация еще в спорте. На самом деле, да, действительно удивительно, что без малого через год войны такое вообще возможно. Но вместе с тем, какие есть методы для того, чтобы все-таки не допустить россиян на Олимпийские игры в Париже? Ведь действительно, и наши европейские партнеры не единожды подтверждали, что Украина борется не только за свою свободу, но и за демократию во всем мире, и в целом за европейские ценности. А как так получается, что в европейской стране вдруг будут допущены во время войны вот российские спортсмены, собственно, обо многом бы также уже сказали. Какие методы есть с нашей стороны? Как мы можем бороться еще и с этим? Ну, в первую очередь, это публичное давление. Вот. Ну, в первую очередь, даже не публичное давление, а это работа, то, что я уже назвал, в полях непосредственно в Международном Олимпийском комитете с представителями тех стран, которые непосредственно будут участвовать в голосовании и рассказывать, приглашать их в Украину, пускай они поймут, что такое воздушная тревога, что такое, когда затрешается институция, что такое, когда у нас города остаются без света, без электричества, показать им наши спортивные инфраструктурные объекты, чтобы они просто хотя бы имели для себя картинку того, что происходит. Потому что, как находишься далеко, где там на лазурном побережье Франции, то, естественно, ты понимаешь, что война-то плохо, ты понимаешь, что ты за все хорошее, за все плохое, но ты на себе это не чувствуешь. И, соответственно, подобные решения при голосовании, они, я думаю, что заставят, задумываясь, вспоминая то, что человек увидел непосредственно в Украине, потом, соответствующим образом, принимать решения. Не на всех, но я думаю, что точно, кто-то это возымеет. То есть к этому нужно добавить еще, конечно же, публичный резонанс, публичное давление и общаться со спортсменами со всего мира, которые задействованы в мировом элитронном спорте, для того, чтобы они тоже свою позицию заявляли, тем самым давление над своими национальными европейскими комитетами, которые, допустим, тоже иногда допускают подобные высказывания о том, что необходимо кого-то допускать, спорт должен быть вне политики и так далее, тому подобное. То есть все эти вещи, они должны быть в комплексном виде, и, соответственно, только в таком случае у нас есть шанс побороться за то, чтобы все-таки справедливость и проукраинская позиция, она была, она восторженствовала. По-другому, я думаю, что такими шагами мы все-таки идем в неправильном для нас направлении, и скоро все-таки представители страны-террористов будут допущены к международному спорту. Нам мы должны приложить максимум силы для того, чтобы это не случилось. Ну, давайте, наверное, уточним, Жан, все-таки не мы условно, а это в том числе дело и всего мира. И Томаса Баха, президента Международного Олимпийского комитета, который, как я его сравниваю, честно могу сказать, с президентом ФИФА Джанни Инфантино, который, с одной стороны, говорит, вот так витиевато, не конкретно, что в мире не должно быть воин. Каких именно воин, непонятно, скажем так. Другой рукой он позволяет в том числе некоторым российским футболистам говорить о своей позиции в поддержку зет-пропаганды Российской Федерации, и возвращаются разговоры о возможном участии российских клубов футбольных в таких соревнованиях, как Лига Чемпионов, Лига Европы, Лига Конференции и многих других, собственно. Но с другой стороны, якобы, воин не должно быть. Тут мы имеем мягкую позицию в отношении Российской Федерации со стороны Международного Олимпийского комитета. Почему я говорю мягкую? Ведь ознакомившись с вот этом коммунике после переговоров очередных Международного Олимпийского комитета, где таким маленьким одним предложением. Было поддержано участие российских спортсменов в Азиаде, скажем так. Вот таким образом, в принципе, все вот, скажем так, закрывают, ставят крест на всей своей остальной работе. Вы сказали об определенном лобби в некоторых национальных олимпийских комитетах в начале нашего разговора. Можете ли вы сейчас назвать те конкретные государства, которые, возможно, поддерживают Российскую Федерацию? Ведь если у Британии позиция четко и понятная, о ней сегодня было сказано и в статье «ДТЛАГРАФ», когда поддержали позицию президента Украины Владимира Зеленского, а не допуски спортсменов российских на Олимпиады, на другие международные состязания, какие тогда НОКИ, национальные олимпийские комитеты, все-таки, скажем так, не прочь видеть спортсменов, которые буквально там пару дней назад, возможно, держали «З» в своих руках? Смотрите, если мы проследим код-тенденции того, что сейчас они хотят участвовать в азиатских играх, соответственно, я думаю, что отношение к спортсменам в Азии, оно отличается от отношения спортсменов в Европу, потому что европейцы, они все-таки, как бы, это конфликт происходит на территории Европы, они лучше осведомлены о том, что происходит здесь, вот, они, как бы, ну, Украина, она интегрирована в Европу, в спортивной сфере максимум 100%, соответственно, огромное количество федераций европейских приглашали наших спортсменов для того, чтобы там, особенно в первые месяцы полномасштабного вторжения, чтобы, как бы, семьями переезжали и перевозили там детей, и сами имели возможность спортсмены тренироваться, готовясь к различным соревнованиям, соответственно, они более проникнуты тем, что происходит здесь. В Азии, возможно, другая ситуация, соответственно, поэтому вот тот градус непринятия представителей России, он там не такой высокий, и им легче будет договориться с представителями Азиатских стран, для того, чтобы не было никаких скандалов, никаких бойкотов, вот, и там спортсмены выходили на схватки, на соревнования с представителями Российской Федерации, и при этом не делая ни каких-то таких движений, которые потом, возможно, вызовут определенный резонанс, вот. Соответственно, тут нужно, как бы, вы понимаете, что заявления были, допустим, международный Алимпийский институт США тоже недавно заявил о том, что он, как бы, не против того, чтобы представители России приняли участие в Алимпийских играх. То есть, хотя на самом-то деле, ну, как бы, США это наш стратегический партнер, вот, который поддерживает, который нам вооружение, экономические, финансовую помощь предоставляет для того, чтобы мы были в состоянии победить в этой войне. Соответственно, подобные заявления, они не согласовываются, я так понимаю, ни с кем. То есть, это видение представителей непосредственно этого национального алимпийского комитета. Вот, они могут опираться на там, олимпийскую хартию, что спорт должен быть действительно не в политике и все остальное, но мы знаем, насколько он интегрирован в политику и, в частности, касательно страны, как под названием Россия, тут вообще не может быть даже ни сих разговоров, потому что, знаете, ну, как третий рейх олимпийских игр, которые он проводил в 1936 году, мы сами видели, что это была всеобщая пропаганда нацистских ценностей. Вот. И, поэтому, тут каким-то образом, ну, я думаю, что все люди, которые маломальски понимают, что такое спорт, как это все происходит, они, ну, не живут в иллюзиях и четко осознают, что для чего России нужен спорт, что, какие цели она преследует, выступая там и какие она нарративы продвигает непосредственно с помощью своих спортсменов для, в том числе, внутренней российской аудитории. Соответственно, не берусь говорить о том, кто сейчас там четко поддерживает, что не поддерживает. Я думаю, что таких стран найдется достаточно немало, которые лояльно относятся, допустим, на африканском континенте много стран лояльно относятся к Российской Федерации. Ввиду различных причин. Начиная от того, что у них совсем другое восприятие военных конфликтов, потому что на африканском континенте происходит постоянно разные военные перевороты, гражданские войны и всего они там видели достаточно. И с другой стороны они воспринимают Россию некоторые страны, а гражданские воспринимают Россию как статистического партнера, который там на протяжении еще начиная с Советского Союза помогал им и вооружением и финансом и так далее. Соответственно, то есть тут комплексная проблема, которая не решается одним визитом либо каким-то щелчком пальца. Тут нужно понимать и историю, нужно понимать и взаимное отношение конкретной страны. И это не дает понимания непосредственно об отношении конкретного национального олимпийского комитета по данной ситуации. Поэтому сложно так интригировать. Жан, благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Напомню зрителям, что с нами на связи был Жан Белянюк, народный депутат Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова